Вот сейчас вытащил сыр из холодильника И вот чем занимаюсь Намыл раствором его Из-под рассола Сверху протирал Губкой, щеткой Чтобы убрать налет Потому что вот этот кусок стал портиться вообще Он какой-то начал дряблый какой-то Ну не понравился Эти-то крепкие Хорошие такие Но все равно корочка у них Стала не очень Вот допустим вот этот Какой-то искрошился И начал уже Этот нормальный Вот этот кусочек Или рассол ему не хватило А может не грели его Он без второго нагрева Вот это вот со вторым нагревом Вот эти наверное Головки Этот вообще вот уже месяц лежит Одиннадцатый ноль седьмой Да Вот это вот Это Из цельного молока И вот это вот из цельного молока Это мы пробовали Делали сепарированные Вот эти Но он очень твердый получается Ну там молоко Где-то около 30-40% Молока Не совсем собрато Вот это я протер А вот это вот А вот эта большая головка Не помнишь? Не помнишь? Ну вот Вот он лежал в контейнере Вот эти сыры не лежали в контейнере А вот этот лежал в контейнере Вот он покрылся вот такой вот Плесенью хорошей И он такой Как бы влажности ему хватает А эти вот пересекают Сейчас погреб буду допускать Вот Не решил попробовать Сколько тут Вот этот Интересный месяц у нас Ну да Вот он Сейчас посмотрим Как он Что-нибудь Интересное Или неинтересное Тут Да Не очень Он как Раскрошился Как Творог Да Вот эти вот А почему так получилось Конечно Да Ну как бы Когда не уделяешь Должного внимания По вкусу как Да по вкусу как Сейчас попробую Ну А грубо Плесню Так умеешь Ну Не знаю Вроде Хоть и он И как Не такая Текстура Как-то Ну Гриша Он на сыр Похож Не на творог Да не даже Текстура Такая Просто текстура Какая-то Творожно-образная Творожно-образная Ну-ка Ну Он Рыхлый Слишком Или он Пересоленый Соленоватка Соли много Соли много Ну Почему Тут такой Рыхлый Что сделали Не так Будем Узнавать Соленоватка Соленоватка